МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новгородского областного телевидения. Новости дня в студии Диана Васина. Главные события к этому часу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Аттестаты профессиональной зрелости. Выпускники медицинского института получили дипломы. 33 из них красные. Дыра в комфортной городской среде. Жители улицы Черняховского лишились спортплощадки из-за провала грунта. Чиновники пока не реагируют на их жалобы. Субботник за 200 тысяч рублей. В Старой Руси ликвидировали огнеопасную стихийную свалку под окнами домов. Новгородка Полина Матвейчикова стала одной из лучших выпускников вузов Санкт-Петербурга. Церемония награждения самых успешных получателей дипломов состоялась в атриуме Петропавловской крепости. К слову, памятные статуэтки и почетное звание получили лишь 70 молодых специалистов из 70 тысяч выпускников вузов Северной столицы этого года. Полина Матвейчикова закончила новгородскую школу номер 23 в 2011 году. Будучи ученицей, она активно занималась экологией, успешно выступая на конференциях и форумах различного уровня. Окончив школу серебряной медалью, Полина продолжила обучение в области химии и в этом году получила профильный красный диплом легендарной технологии. В ближайших планах молодого специалиста Полины Матвейчиковой продолжить обучение по специальности. Добавим, Полина Матвейчикова призер третьего всероссийского инженерного конкурса, отмечена стипендиями Менделеева и президента России за выдающиеся способности в учебной и научной деятельности. А теперь в копилке Новгородки и звание лучший выпускник вуза Санкт-Петербурга. А в Театре Драмы сегодня вручили путевки в профессиональное будущее молодым докторам и фармацевтам. Традиционно выпускники Института медицинского образования получили дипломы в числе первых. В этом году стены родной Алима Матр покидают 213 вчерашних студентов. Всего же с 2000 года ИМО подготовил более 4,5 тысяч молодых специалистов. И сестер, фармацевтов, стоматологов, врачей широкого профиля. Большинство из них благополучно трудятся в системе здравоохранения региона. Готовые рабочие места ждут и нынешних выпускников. Хотя распределения в стране уже давно нет, но мы распределение проводим с облздравом. Это по старинке, так говорю, с департаментом здравоохранения. И предварительное, и окончательное распределение. И наши уже выпускники все на руках имеют договоренности либо с департаментом, с отделом кадров, либо с конкретной больницей. То есть они каждый знают свое уже будущее рабочее место. Но трудовые будни, белые халаты, операционные и дежурства все это наступит для них завтра. А сегодня классические мантии, шапочки, цветы и торжество самого долгожданного момента на сцене областного театра драмы. И грустно, и торжественно, и вроде как и радостно. Все смешанное чувство. Потому что, во-первых, радостно от того, что наконец-то такой путь долгий пройден. Ну и грустно, естественно, расставаться с одногруппниками. Не хочется, во-первых, терять это общение. Новгородский медицинский институт – один из самых популярных и у зарубежных студентов. Здесь осваивали азы гиппократовской науки молодые люди из Алжира, Марокко, Туниса и многих других стран. В этом выпуске также 35 иностранцев. Сегодня наш выпуск новой. Мы очень рады, что наконец-то смогли получить дипломы. Мы фармацевты. Мы учились в России 6 лет. На подфаке потом 5 лет. Но мы теперь фармацевты, провизоры. Мы собираемся домой уезжать, там работать. К слову, в этом году 33 человека завершают обучение с красным дипломом. А это значит, что к выбору главного дела жизни они подошли серьезно и ответственно. А стало быть, главную нашу ценность – собственное здоровье. Мы с вами смело можем доверить этим молодым, но уже надежным и профессиональным рукам. Ольга Ионова, Нина Крючек, Владислав Ковалевский. Новости Новгородское областное телевидение. На другим темам. Депутаты Думы Великого Новгорода сегодня собрались на очередное заседание. Парламентарии приняли ряд решений, касающихся формирования городской среды. Депутаты внесли изменения в правила землепользования на территории областного центра. Теперь площадка вокруг пруда в районе Луговой квалифицируется как зона природных ландшафтов. Это решение позволит исключить возможность жилого строительства на месте будущего парка. А площадь неподалеку от психиатрической больницы в Деревеницах, наоборот, утратила такой статус и переходит в зону индивидуальной застройки. Планируется, что здесь выделят участки многодетным семьям и инвалидам. В продолжение темы формирования городской среды на заседании Думы обсудили создание общественных советов, которые займутся развитием скверов и парков. Мы уже стали получать непосредственно предложения от наших уважаемых горожан, которые уже готовы участвовать в этих таких общественных объединениях. У нас уже есть обращение от коллектива горожан, проживающих и заинтересованных в развитии парка юности. Улица Торовникова, около реки Гряжа, там есть территория, пока она еще не имеет названия. Также в план по развитию войдет территория в микрорайоне Луговой и два парка Кремлевский и 30-летие октября. К совету могут присоединиться любые заинтересованные горожане и бизнесмены. Информация о предстоящих собраниях будет публиковаться в газете Новгород. Формирование комфортной городской среды особенно волнует жителей дома номер 86 по улице Черняховского. Под их окнами эта среда в буквальном смысле уходит из-под ног. На спортплощадке не первый год зияет дыра. Кристина Абелян углубилась в ситуацию. Площадка у домов по улице Черняховского заросла травой. Пару лет назад здесь гоняли футбол дворовые ребята. Но в эти ворота давно не забивали мяч. В процессе игры дети сами легко могут угодить в ловушку. На площадке просел грунт и под бетонными плитами образовалась огромная дыра. Раньше бегали, компании собирались на площадке, а вот сейчас никак не собраться и не поиграть. А ямы там, не дай бог кто упадет, то есть сейчас этого нельзя. А что, в футбол играли? Да, бегали тут, в догонялки тоже играли. Большая компания собиралась, вот эти два дома. В первую очередь жители дома обратились к своей управляющей компании, но оказалось, что территория муниципальная. А значит помочь и засыпать яму коммунальщики не могут. Мы вместе с управляющей компанией начали обращаться в городские службы, ответа никакого не было с их стороны. Мы обратились к депутату по нашему округу, он стал писать запросы в городскую администрацию, на что нам городская администрация, а именно Морозов ответил, что все заделано, все хорошо, буквально из-за вчера получили последний ответ от него. Тем не менее, дыра возле дома продолжает деять, и никаких следов ремонта мы не обнаружили. Добавим, что в течение двух дней наша редакция пыталась получить комментарий по сложившейся ситуации от городского хозяйства, но безуспешно. По словам руководителя службы, о проблеме от нас он услышал впервые. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, что в свою очередь мы предлагаем ответственным городским службам. Смотрите-ка из-под окоммунальщики и принимайте меры. Кристина Абелян, Владислав Ковалевский. Новости Новгородское областное телевидение. А вот проблема благоустройства у одного из домов Старой Руси напротив уже разрешилась. Жительница улицы Некрасова обратилась на прямую линию главы региона Андрея Никитина и поведала о горах мусора, которые долгие годы копились на соседнем бесхозном участке. Наша съемочная группа побывала на месте спустя пару недель после эфира. Рушанка Ирина Николаевна Попова пожаловалась на стихийную свалку прямо напротив ее дома. Площадка там бесхозная, к тому же рядом узел газопровода. Мусор не раз горел, что, безусловно, в таком соседстве опасно. В ответ на обращение в местную администрацию жители получили предложение провести там субботник. В ходе прямой линии Андрей Никитин все же посоветовал властям отреагировать на жалобы жительницы. Я считаю и настоятельно прошу об этом муниципалитет все-таки оказать содействие жителям. Я думаю, что и жители выйдут на субботник, но и специальные средства по уборке вот этого вот особого мусора и деревья должны приехать, и надо просто всем миром взяться и один раз всю эту свалку ликвидировать. Поэтому, безусловно, я считаю, что муниципалитет здесь должен жителей поддержать. Поручение главы региона выполнили, неравнодушные горожане свалку разобрали. Администрация помогла с транспортом. За один день вывезли три машины мусора. Удручает только то, что участок уже снова начали захламлять. Составляя смету на каждую свалку, вот на такую, она где-то будет обходиться городу порядка 200 тысяч рублей. Потому что нужно транспорт, нужно погрузка, разгрузка, транспортировка на полигон твердых бытовых отходов. И это все осмечивается, и примерно все такие свалки обходятся порядка 200 тысяч рублей. То есть это разорительно для города. Пока остается только призывать жителей к сознательности. Сейчас участок находится в стадии оформления, и вскоре станет известен его владелец. И уже тогда к ответственности за появление на территории мусорных завалов будут привлекать хозяина. К этому часу все. Интересные информации вы можете поделиться по телефону нашей редакции 70 30 03. Впереди реклама и прогноз погоды, развитие событий в наших вечерних выпусках. А я прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok